Алена серьезно пострадала от пожара. О том, что произошло, напоминают шрамы. Но и о них вскоре забываешь. Лишь только знакомишься с Аленкой, на первый план сразу выходит ее живой темперамент, открытая душа, пытливый ум. И нет ни одного ребенка в детском доме, который бы ее дразнил или ее сторонился. И в летнем лагере, и среди своих она душа компании. И всегда на первом плане. Ее оружие – смех, говорят друзья. Она вот так любит щекотить. Очень любит. Быстрее всех делают уроки. Успешно в спорте и творчестве. Шалунь ей заводила. Алена обожает играть, особенно в дочке матери. Мама в ее исполнении не строгая, а понимающая. Как раз такая, о которой мечтает Алена. Добрая, не капризная. Они нагадят, а мамы не ругают. Они просто говорят, нельзя так делать. Терпение и воля – у Аленки это в крови. Представить сложно, сколько усилий приходится ежедневно прикладывать, чтобы резвиться, заниматься творчеством. Как того требует неуемная энергия 10-летнего ребенка. Впрочем, вешать нос Аленка не привыкла. А ты любишь, когда тебе помогают что-то делать? Да. А вот что ты не можешь сама делать? Вот из-за того, что у тебя пальчиков нет. Что же самое у тебя не получается делать? Растегивать. Ну, застегивать, то есть. И шнурки завязывать мне не получается. Мне помогают. А липутски я сама все справляюсь. За пальчиками Алена вскоре полетит в Германию. Вот уже сейчас самолет отправился по делам на ее рисунке мечте. А впереди ждет его солнце, дом и кошка с котенком. Котенок – это сама Алена. Ведь ему гораздо проще обрести дом, чем 10-летней девочке. Кошка – это мама, которая обязательно полюбит Аленку и возьмет домой, разглядев в ее душе того самого милого и беззаботного котика. Субтитры создавал DimaTorzok